Пока ребята еще не понимают, что проект, к которому они успели привыкнуть и полюбить, завершен. Три месяца каждую неделю они приезжали в студию телеканала и уже стали для его сотрудников своими. Каждого мы знали не только по именам. Наши юные ведущие часто раскрывали свои секреты, делились с нами радостями и душевными переживаниями. Я строю-строю, а она ломает каждый день мои постройки. Для ребят, которых мы называли важным словом «эксперты», съемки были что-то вроде забавы, игры. Ответы их зависели от настроения, а также от жизненного опыта, которого частенько не хватало. Но ведущий должен уметь найти ответ на любой вопрос. Труд – это когда ты что-нибудь делаешь, и тебе очень, ну так, трудно очень, очень трудно. На праздник ооновцы приехали с родителями и другими близкими людьми. Ведь сегодня подведение итогов большого труда. Ты у нас считаешь себя уже звездой такой, знаменитой? Ну, пока еще нет, но, может быть, стану. Что ты будешь делать на телевидении, если вдруг станешь журналистом? Ну, журналистом. Там буду прав, что... Вести футбольный мальчик. Да, вести футбольный мальчик. А Милана, которая успела на проекте найти себе друзей, даже подсчитала количество дней, когда выходила рубрика «Отряд особого назначения». Интересно, на 74 дней. Ты посчитала даже дни? Ну, да. Каждый раз была с собой довольна, когда видела себя в эфире? Ну, да. Мама была довольна? Конечно, конечно. Очень веселая, да. Очень жалко, на самом деле, что заканчивается. Мы прям как по расписанию. Восемь вечера обязательно включали «Видное ТВ». Ну, а Яна честно призналась, ей и грустно, и весело в этот прощальный день. На таком замечательном проекте. Я побывала один раз, и так хочется еще. Но мы постарались сделать все, чтобы этот праздник ребятам запомнился надолго. Поздравить их пришли участники другого проекта нашего телеканала «Скрипичный ключ». Выпускной помогли организовать спонсоры. Компания «Лаборатория праздников» провела для ребят веселые игры. Настроение просто повышается при работе с детьми, потому что дети, они невероятно заряжают энергией просто. И с ними работать просто кайф на самом деле. Еще одну зарядку провел тренер семейного клуба «Фэмили Вэлнес». И он, овцы, и другие участники праздника с удовольствием включились в веселую гимнастику. Кстати, благодаря поддержке «Фэмили Вэлнес» каждый выпускник получил в подарок яркий надувной мяч. Мы очень рады, что познакомились с проектом «Отряд особого назначения». Очень нравится в этом проекте то, что дети в таком возрасте знакомятся с будущим. Что они очень активны, подвижны, и что в этом участвуют родители. То есть это очень близко к концепции нашего клуба. А еще семейный клуб одному из участников вручил специальный приз – путевку в летний лагерь. И вот самый ответственный момент – вручение почетных грамот, которые всегда будут напоминать ребятам об этом пусть небольшом, но ярком периоде их жизни. Награды и подарки вручает идейный вдохновитель. Автор проекта, главный редактор телеканала «Видное ТВ» Елена Бабина. Не просто вручает, а вспоминает участие в проекте каждого по отдельности. Например, Дана мечтает о какой-нибудь домашней зверушке. Ребенок домой просил и прокатила, и медведя. А вообще мама не соглашается, да? Почему мама не соглашается? Потому что она боится, что не ухаживает. А ты бы стала ухаживать за ними? Да. А самый юный участник проекта, четырехлетний Павлик, тот самый главный герой всех роликов про весенний призыв, не удержался и вновь исполнил песню, которая навсегда стала частью и его жизни. Уезжают ладные края, димбия, 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 и куда не длини в эти майские дни. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Еще один.